всем привет друзья с вами как всегда я макс это канал шестеренка и сегодня у нас один из самых необычных выпусков сегодня я хочу вам представить камеру из 90-х причем камеру цифровую это casio qv 700 сейчас мы поговорим с вами о всех ее сумасшедших технических спецификаций но немножко истории итак casio выпустила одну свою из первых камер цифровых это было qv 10 в девяносто четвертом году я надеюсь что это реальная информация потому что я нашел ее в интернете я очень долго искал очень мало информации вообще по этим цифровикам поэтому надеюсь что это все правда итак она выпустила в девяносто четвертом году qv 10 после этого видимо это повлекло за собой какой-то успех они выпустили qv 700 дальше они выпустили qv 7000 в общем данный фотоаппарат по всем данным был выпущен в девяносто восьмом году где-то приблизительно в это же время мы были в японии как раз на гастролях и как раз таки прикупили его поверьте мне это было просто офигительное ощущение когда ты можешь фотографировать да и тут же ты можешь удалить фотографии и переснять в то время практически я думаю у нас это не было ни у кого это было что-то просто потрясающее также к нему продавался сублимационный принтер qv какой-то тоже кассио здоровая такая бандура туда вставлялись эти бобины то же самое как сейчас вы можете там приобрести соневский по моему каноновские они такие малюсенькие выплевывает фотографию 10 на 15 то же самое было тут фотографии были конечно жуткого качества то есть ничего не говорю так что а да еще в то время как раз таки продавался цифровой фотоаппарат от компании sony который работал на дискетах это было наверное самое удобное потому что вытащил дискету вставил ее в дисковод и у тебя сразу фотографии тут идет компакт флэш до карта типа компакт флэш это было очень круто вот так вот она выглядит именно компакт флэш то есть то что сейчас используют в большинстве профессиональных камер она уже была у кассио то есть разрешение данного фотоаппарата 0 3 мегапикселя 0 3 мегапикселя то есть с учетом того что сейчас самый наверное похабный телефон снимает 12 мегапикселей а то есть 108 уже есть то 03 да вы сами понимаете это это просто 640 на 480 а фотография весила 133 килобайта это в самом крутом качестве у нее есть три варианта то есть fine normal и экономия в нормал она снимал 26 фотографий весила каждой фотографии 70 килобайт и соответственно в режиме экономия она снимала 47 фотографий размером 38 килобайт штука давайте посмотрим ее поближе познакомимся с ее меню и с более подробными техническими характеристиками это правда офигительная вещь чем она отличается это наверное одна из самых первых камер у которых поворачивается сама камера то есть для любителей себя шик селфи и еще что-то раньше такого не было я думаю никто особо на это внимание не обратил да это было очень удобно когда ты снимаешь что-то сверху до либо там внизу чтобы ты видел экран это было правда очень и очень удобно самое что интересно она даже сейчас выглядит очень даже ну я бы сказал что даже прилично и она работает достаточно быстро то есть вы будете поражены но она действительно работает она действительно фотографирует сейчас мы посмотрим фотографии я думаю вы будете в шоке так что давайте начнем обзор и так что касается его внешнего вида это абсолютно обычный форм-фактор таким как были раньше мыльницы здесь у нас находится резьба здесь у нас находится яркость экрана которая принципе ничем не помогает давайте начнем с батареек работает он на обычных 4 пальчиковых батареек по паспорту он должен проработать 160 минут сделать 550 фотографий это минимум соответственно если вы используете алька алкалиновые батарейки если вы используете литиевые батарейки он должен у вас проработать 270 минут и сделать 1050 фотографий ну как вы понимаете да это даже по сегодняшним меркам очень и очень неплохо включается он вот таким вот образом камера у нас заработала включается на достаточно долго да 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 вот вы видите что она показывает а как вы понимаете яркость экрана тут принципе она регулируется то есть она да она становится ярче становится темнее но на самом деле каких-то реальной пользы она не приносит так как данный экран это два с половиной дюйма тфт экрана восемьдесят четыре тысячи пикселей в общем ну мягко говоря он не из лучших здесь есть клавиша то есть это также как и на сегодняшних камерах то есть эта камера ну рек и проигрывание фотографий то есть вы можете здесь переключать фотографии я уже делал кучу разных фотографий сейчас я вам их естественно покажу виде убирается появляется все в общем его параметры дальше у нас идет кнопочка fne то есть это вы можете переконвертировать фотографию то есть ее сжать и она у вас будет чуть хуже качеством но соответственно влезет их больше то есть да в принципе достаточно крутой функционал кнопочка del естественно это сотрет потом кнопочка переключения плюс-минус это вы будете переключать просто между фотографиями если вы зайдете в кнопочку меню видите мы попадаем в обалденное меню а у нас есть даже зум то есть да подтверждаем и можно посмотреть кусочки фотографий то есть да я думаю вряд ли вы сейчас что-то увидите потому что реально экран просто бомбически ужасный дальше у нас есть четыре фотографии 9 фотографий на страницу фильтр тайтл то есть можно какую-то этикетку есть микс микс это вообще замечательная функция так давайте сейчас сначала так выйду отсюда поставлю какой-нибудь вот вот эту фотографию вам наверное видно нажимаем переходим в микс нажимаем микс это можно сделать вот такие вот замечательные спецэффекты то есть да вы понимаете насколько крут этот был аппарат в то время дальше смотрите у нас есть вот такая вот крышечка то есть под крышечкой находятся вообще сумасшедшие вещи то есть это видео выход вход для адаптера и цифровой выход с помощью цифрового выхода вы можете что сделать то есть вы не можете перенести фотографии на компьютер но вы можете подключить второй такой фотоаппарат и перенести фотографии с фотоаппарата на фотоаппарат либо подключить принтер с помощью которого вы можете распечатать данные фотографии, так что в принципе достаточно удобная штука. Дальше у нас есть режимы съемок, то есть это один кадр, покадровая, по времени, тайтл, панорама, панорама работает и по времени, то есть достаточно, ну, уже больше подходит к современным фотоаппаратам. Что касается зума, зума у нас естественно нету, каких-то дополнительных функций или возможностей нет, даже вот во время записи, так, во время записи вы можете выбрать, сколько вам нужно сделать фотографий, интервал, можно начать сейчас, то есть, ну, достаточно большое количество всего. Continuous, видите, фотографии, past, future, блин, вообще, на самом деле, куча всего. Так, дальше у нас еще, это у нас идет с таймером, так, это у нас панорама, видите, можно горизонтальную панораму сделать, можно вертикальную сделать панораму, чем она. Итак, мы сделали один снимок, теперь один снимок остался, видите, и мы можем перевести и сделать другой снимок. Ну, это, грубо говоря, в принципе, очень даже ничего. Ой, блин, если честно, я вообще в шоке от данного фотоаппарата. Так, давайте, наверное, посмотрим, как он вообще снимает и какие фотографии получаются. Давайте, поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также, смотрите, хотел вам сразу показать, здесь есть возможности съемки макро и возможности съемки обычные, то есть здесь переключается все вручную. В принципе, это заметно, то есть, да, когда вы переключаетесь, вы видите цветочек, и вот он начинает фотографировать, так, это у меня на таймер стоит, так. Все, карта забита, но он сфотографировал, да, вот видите, фотография осталась, то есть вы можете посмотреть фотографии, это что-то с чем-то. Сейчас я попробую выкрутить на максимальную яркость. Экран, вот, это максимальное, что он дает. Но, по большому счету, под каким-то углом, как вы видите, фотографию можно посмотреть, то есть каких-то прям совсем неудобств. Нет, даже я вот ходил вчера ночью, снимал на улице, я, в принципе, видел то, что я фотографирую. То, что я, конечно, посмотрел вживую, это ужасно. Самое, что интересно, она фотографирует в разрешении CAM, это нужно переименовать в JPEG и открыть с помощью фотошопа, тогда еще более-менее все открывается. Так что Casio, я думаю, очень и очень крутая была в свое время на рынке фотоаппаратов. На самом деле, очень жалко. Она закончила, по-моему, выпускать цифровые фотоаппараты уже в 2018 году, то есть не так давно на самом деле. Очень жаль. Плюс еще, естественно, у нее есть вспышка, которая, в принципе, практически вообще не помогала ни в каких ситуациях, но, в общем, вы сами все видели. Ну и сбоку у нее, естественно, место под карту памяти, то есть здесь очень все аккуратно, нажимаете. Карта памяти выглядит вот таким вот образом. Я пытался засунуть на 512, у меня валялось все старое, к сожалению, она не подошла. Он, наверное, был в таком ужасе, что просто чуть ли не умер на месте. Так, что-то я как-то неправильно все это делаю. А, вот она. Оп, здесь вылазит такая штучка, закрываем. Веревочка. В общем, очень и очень приличная мыльница, друзья. Что я могу сказать по завершению? Камера в свое время была просто офигительная, и что-то, ну, про нее плохое сказать, я думаю, было невозможно. Да, у Соньки уже выпускали, по-моему, в то время, либо еще не выпускали с 10-кратным оптическим зумом, но она была гораздо больше, то есть это больше напоминало мыльницу. В основном в те времена у всех были мыльницы, пленочные, мы все это помним, они были вот такие же практически, один в один. Здесь все это дело открывалось, но когда ты выходил с такой камерой, это было... Сейчас, по-моему, нет таких камер, с которыми можно удивить человека, но в то время это было что-то. Это, правда, до сих пор, прям вот, я не знаю, я ее нашел абсолютно случайно, поэтому решил сделать для вас обзор. Надеюсь, такого плана обзора вам понравится. Если вдруг у вас есть желание, у меня есть еще данный саблимационный принтер для этой камеры, мы можем попробовать их подключить. Не знаю, как это будет работать, вообще работает ли он, но если вам зайдет такого плана обзора, я с удовольствием для вас сниму и принтер. Итак, друзья, подписывайтесь на мой инстаграм, я думаю, что вы уже все знаете, если вы подпишетесь, напишите там, что нужно доснимать, что нужно, вы увидите, во-первых, все, что я снимаю, и в ближайшем времени выйдет на моем канале, плюс вы можете просто дописать, Макс, сними там то-то, то-то, попробуй там этот микрофон там-то, там-то, я постараюсь по возможности все это дело заснять. С вами был, как всегда, я, Макс, это канал Шестеренка, надеюсь, данный обзор был вам интересен. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok